привет всем готовлю борщ возможно я его готовлю не по правилам но мне так нравится иногда по другому готовлю сегодня такой вариант желаете посмотрите чтобы борщ был таким насыщенным свекольным цветом свеклу беру средний размер на 4 части разрезаем запускаю в кастрюлю с водой холодной я буду готовить с курицей две части куриные мясо любое конечно берите говядину свинину что любить кастрюлю у меня на 3 литра где-то но на два с половиной вот так будет борща беру луковицу такого размера и небольшую морковочку морковь на крупной терке лук мелко режу накипь сняла бульончик светленький прикрываю крышкой щелочку оставляю и на умеренном огне готовлю до готовности мясо и свеклы зажарку делаю отдельно где-то две столовые ложки подсолнечного масла добавила лук и морковь обжариваю сразу вместе лук с морковкой стали мягкими буквально может быть минутки три-четыре поготовила теперь добавляю томатную пасту две чайные ложки добавлю но у меня насыщенная такая вкус очень вкусная вот какая я всегда такую покупаю еще очень немножечко горкой получается вот так с томатной пастой хорошо перемешиваю и поджариваю где-то одну минуту чтобы томатная паста так подогрелась хорошо распределилась с томатной пастой тоже по обжаривала немного и теперь добавлю кульончик этот сюда потому что зажарочка еще должна подготовиться минуток пять-семь можно горячей водой залить жидкости добавляю столько чтобы не плавала ну и не подгорала слегка вот так овощи тушатся хочу добавить зажарку хмели-сунели мне стало очень нравится добавлять в разные блюда немножечко придает пикантный вкус но это не обязательно если вам не нравится не нужно этого делать прогреваем овощи почти готовы еще две минутки если жидкость испаряется суховато можно еще подлить либо бульончик либо просто воду горячую еще болгарский перчик добавить чтобы вместе овощи все тушились они у меня получается не зажаренные как бы немножко тушеные потому что я их не жарю овощная поджарка готова я и выключу все вот так вот выглядит проверяю мясо если он уже готова вынимая мясо и свеклу тоже вынимаю смотрите от свеклы какое желтое мяско с мясо я кожу сниму бульон уменьшился в объеме поэтому я буду доливать из чайника кипяченая ну такая горячая картофель почистила я взяла 5 штучек потому что он некрупный количество всего вы же готовите все по-разному поэтому по вкусу все берите я беру вот именно на такую кастрюльку бульончик закипел запускаю картофель я крышкой прикроем свеклу потерла я сюда добавлю просто что вместе лежала у меня уже все выключено здесь не готовится зажарка в топличной посуды меньше на столе было а пока подготовим мясо капусту классе но я беру по вкусу но мне длинная немножко сок отжимаю и нарезаю когда ее ешь чтобы она не тянулась за ложкой примерно вот такой объемчик взяла капусты я немного и сока добавлю капусту потому что очень вкусный сок кисленький такой приятный если готовлю из свежей капусты борщ то добавляю уксус для кислоты чтобы не было пресно картошечка кипит и теперь запускаю капусту картошка прокипела может быть минут пять мясо тоже я нарезала ножом но я взяла не все мясо немного оставила коту поэтому я когда готовила мясо не садила ему давно нормально даже не соленая тоже сюда запущу и теперь конечно сразу буду солить прикрываю крышкой огонь умеренные готовлю до готовности картофеля лаврушечку беру сейчас ополосну это домашний урожай собирала какие листики борщицы готовится ручку заброшу картофель практически готов но он у меня не разваривается уже без зажарки вкусно очень вкусно такая кислиночка приятная приятная в этот момент добавляю зажарку все отварной свеклой хорошо перемешиваем довожу до закипания потому что у меня зажарка была холодная уже сейчас закипит проготовится где-то с зажаркой минутки две а я пока подготовлю чеснок потому что борщ любит чеснок дела четыре дольки на мелкой терочке потру можно ножом порезать если не хотите так заморачиваться со свеклой отдельно ее отваривать можно свеклу обжарить вместе с овощами другими но когда свеклу начинаете добавлять зажарку томатную пасту добавить и немножко уксуса тогда свекла не так теряет цвет свекольный когда в кислоте тушится а если без кислоты она проваривается проваривается становится немножко такой ржеватый цвет две минутки заправка покипела теперь добавляю чеснок свежие замороженную зелень одну минутку против зелени из чесночку все выключаю лавровый лист я не вынимаю но не дает такой прям насыщенный вкус но чувствуется чеснок он тоже долго не кипячу если долго кипит с чесноком вкус его исчезает настоялся в кастрюльке какой борщ красивый по цвету на по вкусу он потрясающий кисленький а сметану добавил он получился смотрите рыженький а в кастрюле более свекольный цвет очень вкусный насыщенный ну кто там уж напишет так борщи не готовит все по-разному готовят любая хозяйка даже если готовит по одному и тому же рецепту попробовать блюда они все будут с разным вкусом поэтому готовьте так как вам нравится я просто показала один из вариантов приготовления борща приятного аппетита кто за столом благодарю что были со мной крепкого здоровья всего доброго пока пока и